Здесь калмыков уже висел, ну все, обои пахнули. Была готовая квартира, теперь нету ничего. Это все, что осталось от хозяйского ремонта с иголочки. Одну шкуну на Калмыковых 20-летняя Екатерина Тихомирова получила по статусу. Еще в детстве она осталась без родителей, ее вырастила тетя. Вместе с ней и двоюродным братом, который и показывает квартиру, пока Катя учится, сделали ремонт, купили мебель. Вроде живи и радуйся, но на Василий неожиданно пришлось отложить. Плесень вылезла прямо через оборот. И где? Да, сначала вот здесь, потом в комнате. Подобные проблемы возникли не только в этой квартире на первом этаже. Староста дома утверждает, что никто не застрахован от неприятных неожиданностей. Первый этаж практически повсеместно жилается. Не так давно закончили переделку квартиры в том подъезде на четвертом этаже. Угловая квартира тоже, она там вся почернела, покрылась плесенью, сырая очень была. В соседнем подъезде народ жалуется, по стенам течет вода. Даже до такого есть, что шпателями в дожди со стен сгоняли воду. Жалобы от жильцов дома, в том числе детей-сирот, которым здесь куплены 23 квартиры, поступали в соответствующие инстанции и к депутатам. Во многих квартирах, ну во всяком случае у меня 5 заявлений таких, что санитарные требования в этих квартирах не соответствуют. Там повышенная влажность, грибок, плесень. Поэтому дети-сироты, как самая незащищенная категория людей, обращаются ко всем, кто может им помочь для того, чтобы получить надлежащего качества жилые помещения. Проверка прокуратуры Ярославской области подтвердила, что принятые помещения не соответствуют нормативам, установленным жилищным кодексом, а именно в статье 15. Не соответствуют нормам и требованиям, там невозможно проживать. Теперь строительная компания, занимающаяся реконструкцией дома, обязана будет предоставить временное жилье нуждающимся сиротам и заново отремонтировать квартиры. Этот процесс уже начался. После работы над ошибками будет проведена экспертиза. Яна Хромова, Василий Мосин.